Продолжение следует... Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить оргкомитет за участие в международной конференции, которая посвящена патогенистическим подходам иммунопрофилактики рака. В связи с этим представить сообщение, касающееся прогностической роли раково-тостикулярных антигенов при раке яичников. Данное сообщение было построено на анализе литературы по источникам 1995-1923 года. В анализ вошли работы, которые выполнены в разных странах мира. И также для этого сообщения в качестве материала использовались клинические исследования, в которых были получены данные о предмете исследований. В результате нашей работы, анализа литературы, была издана статья в онкогинекологии. Кому интересно, может затем ознакомиться с этим. Раково-тостикулярные антигены или РТА, канцертестис антигены, представляют собой определенную группу опухлевых антигенов. Впервые которые были найдены в меланоме, и поэтому один из антигенов называется МЭЙДЖ. На сегодняшний день обнаружено довольно много этих раково-тостикулярных антигенов, около 300. И существует, с учетом того, что достаточно много этих антигенов выявлено, много исследовательских работ, которые показывают корреляцию между прогрессией опухолей и раково-тостикулярными антигенами. Но как мы знаем, что раково-тостикулярные антигены, они экспрессируются в тканях яичек или трофобластов. Но далее раково-тостикулярные антигены экспрессируются в опухоли, но иммунная система их не видит. Дело в том, что когда раково-тостикулярные антигены экспрессируются в тканях яичек или трофобластов, там не существует антигенов гистосовместимости. И иммунная система их не распознает. А в опухоли, несмотря на то, что многие злокачественные процессы идут без экспрессии HLA антигенов гистосовместимости, многие имеют HLA, и поэтому это позволяет иммунной системе увидеть эти антигены и вызывать соответствующий гуморальный, токсический иммунный ответ. Изначально значимые для прогрессии раково-яичников члены семейства рта представляли собой маркеры семейства МЭЙШ. Это в основном МЭЙШ-1, 2, 3, 6, 4А, 4Б. И впервые они были представлены Ямадой в 1995 году. Данные антигены связаны с X-хромосомой. Позже были найдены антигены, которые не связаны с X-хромосомой, Y-хромосомой. И сюда уже относятся NIA, ASA, SSX, SCT-45 и антигены BORIS, PRIME, PIVIL, AKP-3, 4. Как я уже сказала, на сегодняшний день существует работы, которые показывают корреляцию экспрессии раково-истикулярных антигенов семейства МЭЙШ с эссенциальными показателями рака яичников. Например, экспрессия МЭЙШ-1, А3, которая выявляется до 20%, связана с уменьшением выживаемости. Ухудшение прогноза серозного процесса связано с маркером МЭЙШ-А4. Такой маркер, как МЭЙШ-А9, его экспрессия может достигать до 40%, увеличивает риск метастазирования и уменьшает выживаемость. Помимо, как я уже сказала, помимо маркеров МЭЙШ, существуют также и другие раково-истикулярные антигены. Например, такой, в общем-то, довольно известный НАЭЙС, который экспрессируется не только при раке яичников, и при других нозологиях его можно выявить, связан со снижением чувствительности к химиотерапии и серозного процесса. Такой маркер, как ПИВИЛ и СИТИ-45, связан с возрастанием риска метастазирования и уменьшением выживаемости, и также резистентностью к платине. Устойчивость к химиотерапии обуславливает маркер ЖАРИТ. А такой маркер, как АЦРБП, который до 60% экспрессируется, он связан с плохим прогнозом и низкой общей выживаемостью. Вот непосредственно маркер ЖАРИТ-1Б при пятилетней выживаемости, при выраженной экспрессии, пятилетняя выживаемость составила, общая пятилетняя выживаемость составила 30,90%, это при низкой экспрессии. Также китайскими учеными была выявлена положительная корреляция между уровнем ЖАРИТ и резистентностью к химиотерапии. Другой маркер АЦРБП или АКРАЗИН интересен тем, что он высоко иммуногенен при раке яичников, экспрессии его достигает 60%, и он способен повышать и поддерживать гуморальный ответ. И в связи с этим его можно рассматривать как потенциальную мишень для иммунотерапии. Маркер АЦРБП-1 также высоко иммуногенен при раке яичников, экспрессии его может достигать 70%. И опять-таки эти маркеры, понятно, что они отсутствуют в нормальной ткани яичников. У тех пациентов в сыворотке 10%, у которых были обнаружены специфические антитела, и медиана общей выживаемости достигла 34 месяца при наличии специфического гуморального иммунного ответа. Поэтому этот маркер тоже можно рассматривать как потенциальную мишень для иммунотерапии. И в заключение хочу сказать, что данные маркеры имеют определенный потенциал в качестве прогностических маркеров течения и ответа на лечение пациентов с раком яичника. А также, учитывая, что они определяют гуморальный ответ, то в дальнейшем возможно использование таких таргетных молекул в плане иммунотерапии данного заболевания. И еще в заключении мне хочется сказать, ну, одно из главных таких моментов нашей жизни, пожелать всем здоровья, и главное пожелать здоровья и сил нашему уважаемому профессору Николаю Николаевичу Тупицыну. АПЛОДИСМЕНТЫ Глубоко уважаемые коллеги, мы закончили первый день нашей конференции юбилейной. Не знаю, как вы, но я послушал великолепные доклады, очень серьезные вещи сегодня рассказывали. Можно до бесконечности это все слушать. Поэтому я вам всем искренне благодарен за это, что вы выдержали весь этот первый день без передыху, без перерыва. Большое вам спасибо. А сейчас слово я предоставляю организаторам нашей конференции. Люда, пожалуйста. Спасибо, Николай Евгеньевич. Друзья, у меня остается только вас еще разок поблагодарить за терпение и участие. Я знаю, что многие подключались, те, кто подключен, огромное спасибо за поддержку этой конференции. Она очень важна, нужна. И вот я, знаете, что хочу вспомнить сейчас. Один раз здесь уже была конференция в Суздале несколько лет назад. И тогда было очень мощное представительство зарубежное. И многие фирмы московские приехали, в отличие от сегодняшнего дня. И один из специалистов по производству фармпрепаратов тогда сказал, вот это я понимаю, монологическая конференция. Вот это говорит серьезно. Он обратился с этими словами, к Николаю Николаевичу сказал, что несмотря на то, что очень многие форумы посещаю, считаю, что это очень важнейшие вещи докладываются. И главное, не просто обзоры, а глубокое их понимание и собственные результаты. Огромное спасибо коллегам. Разрешите на сегодня прерваться. Всех приглашаю завтра. И объявляю дополнительно, что в 7 часов вечера мы всех ждем здесь, в этом комплексе гостиничном, в ресторане «Советский» на дружественный ужин. Всех будем очень рады видеть. Приходите. Сейчас есть свободное время, чтобы попудрить носик. Спасибо всем.